всем большой привет и добро пожаловать на мой канал рада вас приветствовать в своем новом видео предлагаю провести вам этот день вместе со мной поэтому если вам интересно обязательно продолжайте смотреть и не забудьте поддержать это видео пальчиком вверх вот так начинается мое утро я разгружаю посудомоечную машину и раскладываю всю посуду и столовую прибору по своим местам ну а после этого буду готовить завтрак дети просили приготовить шоколадные круассаны они у меня практически всегда лежат в морозилке готовлю я их не часто не самый полезный завтрак но иногда в качестве исключения можно но и очень удобно когда есть такая заморозка достал отправил духовку и все готово пока маша еще спит а круассаны готовятся в духовке я решила протереть микроволновку делаю это просто влажными микрофибровой тряпочкой и насухо вытираю бумажной салфеткой принципе микроволновка чистая регулярно ее протираю поэтому не нужно использовать никакую специальную химию влажная тряпочка и все а еще дети сегодня заказали наггетсы поэтому оформила доставку продуктов сейчас все приедет распакуем и покажу вам после завтрака я убрала всю посуду прибралась на столе оставила кухню в чистоте и порядке и мы как правило идем выходим на улицу гуляем занимаемся какими-то делами на улице может быть нужно что-то прополоть подмести помыть полить и так далее сейчас уже вернулись домой девочки меня пока играют с машей у меня есть возможность навести порядок вот в этом ящике здесь у меня хранятся разные формы для выпекания вафельница хранится очень удобно часто я пользуюсь она у меня здесь всегда под рукой в принципе какого-то ссора особо в этом ящике нет но зато был полный хаос поэтому я сейчас все достала убираю те формы которыми пользуюсь редко аккуратно все раскладываю и оставляю только то что нужно так как мой распорядок дня крутится вокруг режима маши соответственно он меняется по мере того как она растет сейчас допустим у нас остался один дневной сон поэтому мы гуляем приходим домой играем обедаем и после этого идем уже на улицу сначала гуляем а потом укладываемся уже на дневной сон но всегда по-разному сегодня она уснула прям очень поздно где-то часа в три дня потому что и проснулась поздно мне кажется она проснулась где-то пол десятого наверное а так обычно она засыпает это с часу где-то час пол второго она ложится спать ящики я навела порядок это не занимает много времени вообще в принципе все домашние дела стараясь сделать знаете как-то про между прочим когда есть возможность не то что выделяя какое-то специальное время еще что-то смотрю ребенок занят играет могу отойти быстренько что-то делаю не какую-то глобальную уборку устраиваю а вот так как я вам говорила в предыдущем видео по ящику в принципе течение недели я могу всю кухню и прибрать и так как маша играет с девочками я решила еще протереть пыль на открытых полочках протереть посуду которая у меня здесь хранится но самое пыльное это на верхней полочке разные клоши я ими пользуюсь не так часто поэтому на них скопилась пыль и я их отдельно помыла а вот полочка ниже где разные баночки и деревянные емкости я ими пользуюсь практически каждый день поэтому там как таковой пыли нет но все равно я все убрала и полочку это тоже протерла убрала пустые баночки аккуратно все разложила но и согласитесь равно сразу вид совершенно другой пыль девочки я накормила всех обедом еще не убрала со стола хочу разобрать покупки нужно разложить чай и переложить сахар кусковой поэтому моем баночку чтобы ну положить уже в чистый в чистый контейнер не всегда у меня получается так это в идеале конечно перед каждым наполнением помыть контейнер просушить его повторюсь не всегда у меня так уходит но все равно стараюсь придерживаться такого правила тогда действительно все эти контейнеры органайзеры баночки будут чистыми будут служить нам долго да и пользоваться чистой сахарницы солонкой масленкой гораздо приятнее и раз а буду раскладывать сейчас чай соответственно нужно навести порядок и на чайной полочке видите чинки какой-то сорт пыль сейчас все протру сначала протираю влажной тряпочкой потом сухим бумажным полотенцем и буду уже аккуратно все раскладывать по своим местам лёша как раз вернулся из города ездил там по своим рабочим моментам приехал пообедал и вот сейчас я попросил у него время поснимать ну прибраться заодно вам заснять поэтому он пока с машей гуляет на улице я сейчас быстро здесь наведу порядок и пойду уже на улицу буду машу укладывать на сон для организации такого чайного ящичка я использую самый обычный кухонный разделитель для столовых приборов пластиковой у меня языке стоил он совершенно недорого но идеально просто подошел а вот эти вот баночки пластиковые производства идея серия называется степ тоже недорогие можно заказать на любом маркетплейсе очень удобно для хранения чая вот лично для меня в таком размере просто идеально протерла все баночки органайзер тоже чистый сейчас возвращаю все на свои места капучинатор убираю базу убирая вообще в глубь потому что мы сейчас в основном пользуемся капучинатором смек очень редко если только дети достают что приготовить сами самим как а вот этот капучинатор до лонги я им пользуюсь вообще вообще не пользуюсь не помню когда доставала и раскладываю аккуратно чайные пакетики как раз чай который заказывал у меня например софия отказывается пить или с тобой чай который завариваем вот она пьет исключительно чай из пакетиков не знаю с чем это связано но вот так чайная полочка организована чистая и я сейчас побегу укладывать машу спать отпускать может дальше по его делам вот и вернусь уже к вам когда маша будет спать коляску я оставляю на улице девочки меня как раз в это время гуляют играет песочница еще чем-то занимается когда мне нечего делать то я тоже гуляю вместе с машей на улице там какими-то делами занимаясь сегодня я не успела убрать посуду после обеда и нужно вот этот хаос немножко тоже привести в порядок раскладываю игрушки курьер приезжал привез мой заказ из лайма я вам рассказывала что заказала ализи верхнюю одежду лангслив и брючки сейчас буду срезать этикетки покажу вам вот как раз видите она тут померила на диване все осталось упаковку нужно выкинуть бирки срезать и отправлю в стирку еще мне нужно замочить в пятна водителя я испачкала брюки лиза испачкала кофту тут у нас маша как это называется пюрешка знаете такая которая выдавливается мягкой упаковки в общем она этой пюрешкой нас всех тут облила и яблочные поэтому я решила не рисковать не закладывать сразу стиральную машинку решила что нужно сначала будет замочить мне но и нужно будет посуду часть убрать посудомоечную машину то что нельзя мыть по мою руками после этого уже выйду на улицу к детям я сегодня буду готовить наггетсы и крылышки как раз здесь подготовила ингредиенты для наггетсов дети очень просили времени займет немного потому что я буду все готовить в аэрогриле а для приготовления мне потребуется здесь у меня куриное филе я уже его посолила добавила специи для курицы сушеный чеснок дальше яйцо я его взбила вот в нем обмакивать и здесь у меня находится темпера в ней буду обваливать я все подготовила и вот такие наггетсы у нас получились сейчас я их уже буду закладывать в аэрогриль сейчас вам расскажу поподробнее про свой аэрогриль у меня tefal easy-fry гриль два в одном тут аэрогриль и гриль с ним готовить гораздо быстрее чем в духовке а еще и без масла но с хрустящей корочкой вы знаете что я очень редко что-то жарю в масле поэтому такой помощник для нас очень актуален здесь есть 8 автоматических программ этой картофель фри наггетсы курица пицца стейк рыба овощи и десерты а температурный режим и время уже настроены для идеального результата здесь большая чаша на 4,2 литра за которой легко ухаживать ее и решетку можно мыть посудомоечной машине а если у вас нет идей что приготовить вкусненького для семьи есть онлайн книга с тридцатью рецептами теперь мы готовим карамельную курочку нам потребуется килограмм куриных крыльев 100 миллилитров соевого соуса два зубчика крупных чеснока по чайной ложке копченой паприки специи для курицы черный молотый перец и 1 чайная ложка меда все перемешиваем и прогреваем минуту в микроволновке затем этой смесью заливаем нашу курочку оставляем мариноваться на 10 минут крылышки у меня уже в аэрогриле я их переложила и сейчас сверху полью нашим маринадом делюсь с вами результатом пока мы все не съели быстрый вкусный ужин готов посмотрите какая красота а самый главный полезный без грамма масла ссылку на свой аэрогриль оставлю в описании заказывайте радуйте свою семью вкусными и быстрыми блюдами а Смотрите продолжение в следующей серии. Я накапливаю посуду завтрака, загрузила, то, что там между завтраком и обедом, если что-то испачкали, и сейчас тоже после обеда все загружу и уже включу посуду мыться. Обычно я загружаю два раза в день посудомоечную машину. Смотрите продолжение в следующей серии. Запустила посудомоечную машину и руками перемываю купочинатор, потому что пила кофе в обед. И мою деревянные подносики, доски, деревянную посуду я не загружаю в посудомоечную машину. Ну и вообще, знаете, посуду, которая дорогая или за которой я там переживаю, как-то я лучше лишний раз сама помою руками в посудомоечную машину не рискую. Если в чем-то сомневаюсь, я не рискую. Смотрите продолжение в следующей серии. Оставила пятна у водителя работать. Как раз вернусь и загружу уже в стиральную машину стирку. Буду стирать такие светлые бежевые вещи. И вот тоже загружу. Я думаю, пятна за это время точно отойдут. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что они отойдут. На улице, пока мы гуляли утром, я тут немножко почистила траву, где-то там что-то смела уже, ступеньки почистила. И вот сейчас нужно это все доделать, нужно собрать сор, поэтому пока Маша спит, девочки играют, я тут быстро навожу порядки. Цветы уже многие засохли и которые, знаете, уже в таком не очень виде. Я сейчас все достану, все выдерну. Вообще, помимо сорняков, у нас здесь все в сережках. И это какой-то кошмар. Вот то, что вы видите, такие кучки я уже сметала. И то, что рассыпано, в принципе, по этой резиновой плитке, это все сережки. Я вот не представляю, как на участках, на которых вот такие деревья, есть ландшафт какой-то, дорожки, еще что-то, люди за ними ухаживают. Это вот каждый день, наверное, нужно подметать, чистить, потому что у нас вот что по весне, что осенью, все в листьях, все вот в этих сережках. Ну, вот просто видите, да, какой слой. Ну, вот просто видите, да, какой слой. Петуньи в части горшков у нас уже засохли, поэтому я их безжалостно выдергиваю, выкидываю. Я не понимаю, с чем это связано. Вроде бы одинаковые кашпо. Поливаются они тоже абсолютно одинаково, но вот часть уже все, все сухие, а на часть еще есть цветы. Поэтому, которые сухие, я сегодня все выдернула. Не буду ждать заморозков, пока, знаете, уже надо будет все вообще убирать. Вот сейчас есть время, поэтому решила все выкинуть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я медленно, но верно приближаюсь к финишу. Мне сейчас остается только собрать в совок все эти сережки, сорняки и выкинуть. Вообще, я тут несколько дней уже убираюсь. За один день я собрала, выдернула сорняки практически все. У нас тут трава такая была вообще высоченная, что уже просто, знаете, неприлично, неприлично. Все-таки Маша здесь гуляет, нужно, чтобы было чисто. Вот сегодня вышла часть тут подмела, когда днем гуляли, и вот сейчас тоже дневной сон Маши тоже все собираю. В общем, более-менее привела эту площадку в порядок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и сразу убираю кашпо. Они хранятся у нас в гараже, поэтому сразу я их туда уношу и заодно протру вот эти вот, как они называются. Скажите мне, в общем, протру вот эти деревяшки, потому что разводы, когда поливала от земли, протираю и все будет чисто и аккуратно. На сегодня буду свои видео заканчивать. Огромнейшее спасибо, что провели этот день вместе со мной. Обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Также свои видео я дублирую в ВК. Ссылочка на сообщество будет в описании к видео. Оставляйте ваши комментарии. Мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока. Продолжение следует...